Всем привет из Калифорнии, всем моим друзьям, подписчикам всем. Сегодняшнее видео будет вообще об американском менталитете. И вот правильно эта пословица есть, что для русского благодать, для американца это смерть. И я как приехала сюда, я в этом убедилась уже не раз. Сегодня у нас вечеринка у Жанны и белая вечеринка. Все приходят в белом, мужчины, женщины, дети. И мы приготовились с Риком. Купил он даже себе белые брюки и вчера заболел. И все, и такая простуда у него сильнейшая просто. Чихает там по 10 раз, все заложено. Вот знаете, когда только вот это вот начинается, прям ну сильнейшая. Купил Лика всего, ну и все. И вчера его с работы даже выгнали. В 11 часов пришел домой и все, сегодня лежит. Хотел утром на гольф пойти, а в 4 часа мы на вечеринку должны были вот с ним идти. И все, и он встать не может. Под теплым одеялом лежит. И мало того, еще включил обогреватель. В доме такая жарища, его морозит, видимо. Я собралась и к нему даже подходить боюсь. У нас все пожар тушат. Вон вертолет понес эту бочку. Там, наверное, несколько тонн в этой бочке. Но когда показывают по телевизору, как это все тушится, и вот эта бочка, это знаете, примерно как выглядит. Вот что, я вот сейчас выйду на улицу, плюну, и это при этих масштабах мой плевок, извиняюсь за такое сравнение, но это именно так выглядит. Мой плевок, он ничто. И вот они эти бочки таскают, там что-то тушат. Вы знаете, по телевизору показ вот такой вот. Раз плевок упал на это пожарище, все выгорело. Мы сегодня утром с Риком смотрели, вся Санома, вся Напа, все черное, все вот эти вот холмы. И самое такое, ну так смотришь, вот эти виноградники, все прямо, они поглощены вот этим дымом, и чернота вокруг них. Огонь немножко останавливается, когда виноградники попадаются. Ну, видимо, там все равно травы столько нету, и он как бы их это, не так все сгорает. Ну, конечно, для винограда это плохо, ничего там не останется. В общем, ужасно. И вот все ждем, когда уже ветер в нашу сторону пойдет, и надеемся, что будет удача, и нас это все обойдет. Так, сейчас я покажу, какая у меня будет бижутерия. Это мне подарила моя подруга, я делала видео, она управляющая банком, и у нее есть женщина, она также выходила на сцену, и вот в такой бижутерии, шикарной. Вы знаете, она мне, когда ее подарила, в том году, я что-то все ее никак не знала, куда мне одеть. Такая, вы знаете, как она блестит. Вот этот вот браслет, вот такой вот, шикарный. А это колье. Ну, вот такое его потом одену. И если падает свет, это просто вообще все будут ослеплены, ослеплены. Я настроилась нормально. Опять же, я какое сделала плюс из этого всего, что, ради бога, заболел-заболел, зато я посижу подольше, потому что он долго сидеть не может, не может. Он посидит там, знаете, 2-4 часа, все ему надо домой. Ну, вот такой вот человек, ему достаточно вот этого общения, и поэтому что-то все вокруг меня собрались тут с собаками, с кошками. Так странно, как будто бы места нигде больше нету, они все встали возле моей машины, тут тетенька в маске стояла, этот стал разговаривать. Все вокруг пусто, это как блогеры начинают, когда снимать, говорят. Вот, я только села, нашла огромное местечко, и все, сразу все набежали. Вот это, примерно, та же история. Все, сейчас они будут стоять и обсуждать пожары. В итоге нам придется в два голоса говорить, он вот тут вот стоит, говорит, они ему вот тут кричат, и тут я сижу в машине на пустыре. Вон, прямо все летает и летает, сейчас покажу вам. Вон, видите, и вот, ну что это вот, ведерочка воды, как оно может помочь при пожаре, вот такие самолеты, видите, мощные. Конечно, издалека это кажется, такой вот, за этими горами, вот это вот все, видите, горит. И, конечно, это кажется так мало, там несколько тонн воды, но такое ощущение, что он собирается тут уже что-то тушить. Надеюсь, что это не так. До нас это еще, наверное, не дошло. Вот видите, все стоят возле меня, фотографируют. Сейчас такое время дебильное у нас, по-другому не скажу, в том плане, что какое-то несчастье, или что все как идиоты, извиняюсь за выражение, стоят с этими, со всеми фотоаппаратами и фоткают все это. Такая же, такие же, как и я. Черт, чему это несчастье, я сижу и фотографирую это. Мы все, вот, я уже собачно. Так, сейчас продолжу репортаж. Забыла сказать, еще столько людей погибло, 372 человека. 372 человека, это пропали без вести, но, видимо, сгорели в домах. Там, господи, сколько-то домов ужас. Так вот, продолжу я об этом американском менталитете, и российском, и, конечно, вот, так как мы ездили с Леной на дорогах, я вообще, я, вы знаете, у меня сердце в пятки все время уходило, потому что, во-первых, тебе постоянно кажется, что кто-то сейчас тебе въедет в бочину. Светофоры не работают, и вы знаете, вот такой вот хаос. С машины, кто куда едет, никаких правил же нет у нас, если, допустим, ломается светофор в России, то все едут вот так вот. Я все время сидела и думала, боже мой, сейчас у нас кто-то врежется, и вот в такие вот, в эти вот протискивается, протискивается. И это я к тому, что здесь говорят, вот, Рик все время, ой, тут такое движение, такие скорости, это такая ерунда. Если ты водил машины в России, это вообще ничто, если ты после России здесь начинаешь ездить. Потом, я вот сейчас вам расскажу такой интересный случай, но это также мои наблюдения, и, ну, мне показалось, это очень интересно, вот именно разница менталитетов российского и американского. Я опять тут про шмотки, про свои, потому что так у нас устроены люди сейчас в России и вообще по всему миру, ну, показывать свой статус. Это было всегда, в принципе, но большая разница, когда ты показываешь свой статус, действительно, то, что ты имеешь и заработал, и когда ты хочешь быть тем, кем ты не являешься. И вот это называется быть или казаться. Вот американцы, американцы, они есть такие, а в России это все только кажется. И вот есть такие вещи, я зачитаю потом в конце этого видео, что муж бы у меня этого вообще никогда не понял, о чем вообще я веду речь. Для него бы это было невозможно понять эту информацию. Короче, что-то столько самолетов, такого не было, видимо, что-то уже не то. Ладно, успею репортаж снять. По ссылке я успела все отправить с пуховиками, слава богу. Сейчас видео успею доделать и поеду на вечеринку. Вечеринка по расписанию. Так вот, прихожу я на собрание к внучке, мы с Леной приходим. И вы знаете, и такая ситуация интересная. Заходят мамочки, ну, 30-35 лет. И вы знаете, у них такие вещи дорогие. Это сумка от Шанель. Потом, одна там зашла с кошельком с таким большим Луи Виттон. Третья, я смотрю, подходит к учительнице, и у нее сумка висит на плече Малбори. Малбори, это, кто не знает, это такое дерево, вот такое вот, вот такое. Малбори, это очень дорогой бренд. И, естественно, глядя на все это, допустим, я-то знаю, что это все подделки. И потом в этом я убедилась еще больше. И, конечно же, у нас люди очень любят свой статус преувеличить. И вот я тут сидела и вообще для себя сделала такие выводы, что я вообще лучше буду носить, знаете, сумку от Майкла Корса, от Котч. Ну, по крайней мере, я ее куплю вообще для себя совершенно безболезненно. Ну, вот это вообще обычная, так скажем, здесь цена в Америке. Это можно себе позволить. Конечно, в России это уже статусность как бы человека, если это не подделка, а вещь купленная, оригинал, то цена у нее, конечно же, приличная. Там, знаете, 20-30 тысяч. Это очень недешево. И у нас, конечно же, многие этого не могут позволить. Я, конечно же, уже молчу о Шанель. И вот эти вещи все дорогие. Допустим, Малбори, у них кошелечек стоит 700 долларов. Такой маленький. И купить сумку, это она стоит там, я не знаю, 3-4 тысячи долларов. Это очень дорого. И вот вы знаете, и получается, что эти вещи-то, они не для общего пользования. Они именно должны подчеркивать статус человека, его благополучие, то, что он достиг, так скажем, жизни. И вот он пришел к тем вещам, которые он может спокойно купить и сам себе даже доказать, может быть, обществу показать, что вот он на такой вот ступени, чего он добился. Телефон накрылся. Так, и вот придя на это родительское собрание, я, конечно, так засомневалась. Думаю, ну, может быть, действительно, вот такие обеспеченные родители, что они могут себе позволять такие вещи. Вы знаете, в России позволить себе сумку Шанель за 4-5 тысяч долларов. Или кошелек такой вот. Он тоже стоит 50-60 тысяч рублей. Сумка Малбари, это тоже, ну, стоит там 3 тысячи долларов, наверное. Это 210 тысяч рублей. Это обалдеть для Екатеринбурга. Я думаю, что кто имеет такие деньги, они не учатся в обычных школах, в таких, которые уходят у нас с Нелли. Ну, класс, понятно, что он как бы там ватный. Но, тем не менее, это не тот уровень, когда ты приходишь и отдаешь своего ребенка в эту обычную там густонаселенную школу. Такие мамочки и папочки водят своих детей в гораздо лучшие частные школы. Вот я когда пришла, я еще как бы так не разобралась. Меня это, конечно, так удивило. И потом у меня началось открытие глаз. Как оно все на самом деле. Когда мы потом пришли в английский класс, там учитель рассказывал, что они будут учить, знаете все, что делать там, то у некоторых родителей встал вопрос, а почему учат американский, английский, нам нужно британский, чтобы учили. Учительница говорит, ну, у нас программа Oxford, поэтому мы вот учим американскому языку, потому что она очень удобная. Там есть, говорит, еще дополнительные классы, они бесплатные идут, ну, как бы включены в это обучение. Там, говорит, два раза в неделю вы можете учить британский язык. И вот родители это с таким видом, там папа один, допустим, спрашивает, там папа один спрашивал, что фу, мне вот надо британский. Но я поняла, что он, видимо, хочет, чтобы дети у него поехали учиться в Англию. Вот, ну, я, конечно же, сидела, я вообще там ничего не говорила, потому что, еще раз повторюсь, я скажу такую вещь, что если у вас стоит выбор учить американский или британский язык, то предпочтение лучше отдать американскому. Почему? Потому что если у вас ребенок знает американский язык, понимает американцев, он поймет любой язык, и в Австралии, и в Англии, везде вот это произношение. Но если у вас британский, английский, то вы, американцев, уже будете не понимать. Это факт. И поэтому смотрите сами, я просто вот так вот даваю информацию. Вот, я такая послушала, посидела, и потом проходит какое-то время, и чат создали родители, что там нужно. Конечно же, школы стоят с протянутой рукой, подайте, дайте, нам ни на что не хватает денег, вот там парты, вот там окна, вот там вот тетрадки, в общем, вроде бы класс платный, знаете, 10 тысяч 150 долларов. Но, тем не менее, все равно школа просит. Вот это вот и Лена у меня училась, это вот всегда стоят с протянутой рукой, потому что, видимо, не выделяются средства. В общем, я не знаю, но факт остается фактом. Для Рика, допустим, это вообще невозможно представить для американцев, чтобы школа вот так вот просила деньги на покрасить класс, окна поставить, парты купить, ручки купить. Это для Америки просто непонятно. Так же, как институт, у него сын учился, я не знаю, но я спросила, а ты мог бы взятку дать? Он говорит, какую взятку? Ну, что в институтах, там дать взятку, это, я поняла, тоже невозможно. Я, конечно, не знаю, может быть, у кого-то другая информация есть, но, по крайней мере, я обладаю только вот этой. И все. И потом встал вопрос, нужно в классе в английском, где учится Неля поставить новые окна, потому что холодно, потому что там стоят деревянные окна, и их нужно заменить. И у нас, у Лены, у меня у Лены есть прекрасный знакомый, который нам все окна поставил. Родителям у меня. В общем, все мы пользуемся его услугами, цены приемлемые, и получается пятикамерный пакет. Ну, окна классные, пластик классный. И кто не знает, ты можешь поставить окна дорого, но ерунду. И вот, и все, Елена в чат пишет, что давайте я узнаю по ценам, придет вот этот замерщик, все сделает и скажет, сколько это стоит. Вот, приехал человек наш, смерил все это, сказал стоимость, стоимость очень была хорошая, и все. И те, кто мамочки знают, у нас российские вот эти все чаты, мамские, и все, и началось. А почему так дорого? А где документы? А как мы отчитываться там будем? И вот, вы знаете, начали проявлять свою юридическую грамотность. Там Лена пишет, будут эти документы, как? Естественно. Там, в общем, собралась проверка, и стало непонятно, зачем эти документы, когда это вообще, в принципе, не школа делает. Перед кем отчитываться, когда это делают родители? И все, и там началось. То-да-сюда, в общем, почему так дорого? А вообще, и началась вот такая вот переписка. Я вам сейчас скажу. Что? Вы что? А мы всю жизнь прожили с 70-го года в квартире с деревянными окнами, и заклеивая, ничего с нами не случилось. Начали писать мамочки, это с такой гордостью. И вот такая переписка пошла. Так, уверена, наше окно не единственное ущербное в школе. Я думаю, поролоновые полоски и малярный скотч. Можно полоски белой бумаги на мыльную воду клеить. А чем заклеивали? Можно ткань на кефир. Поролон протыкивали. Полоски на кефир или на клейстер. Всегда так делали и в садиках, и в школе. Представляете, это сколько лет назад люди вот так делали, и до сих пор они вот так вот живут. Это в нашем классе, кто ходит мамочки, папочки в английский. Упаковки пищи и бумаги нам хватит, ее резать надо. Или есть уже что-то более современное? Есть. Какие-нибудь рулончики бумажные, старые, просто не нарывать, сантиметров по 3-5 шириной, и скатать в рулончики, потом только обмакивай и катай. Ничего себе, у меня нет. Купить белую бязь дешевую? Так подождите, может у кого есть, можно силиконом щели замазать. И вот такая вот ерунда пошла в чате. И ты понимаешь, что люди-то живут вообще в том веке. Это у меня был случай. Да, мы делали ремонт уже 20 лет назад со вторым мужем, когда я жива, и мы пригласили знакомого сантехника, чтобы он нам всю сантехнику сделал. А он уже был отсталый такой в те времена, он был хороший, он нам пришел и нам всю сантехнику сделал на паклю. И потом мы, когда все поменяли, батареи, там эти все смесители на кухне в ванной, и пустили воду, и у нас начало это все разрывать, все капать. Ладно, мы жили на первом этаже, у нас залило все. И мы, помню, тогда пригласили, по-моему, из ЖКО, мастера, он пришел, и он пришел уже с современными материалами, такие какие-то пластиковые ленты, они, знаете, ими проматываешь, получается, как силиконом это все замотано. И он пришел, говорит, кто вам это делал? Мы говорим, вот, он говорит, так уже не делают 20 лет назад. И вот, вы знаете, и получается, что, зайдя в квас, я увидела у людей сумки за 4-5 тысяч долларов, кошельки за тысячу долларов, и потом, когда вот такое получается, ты понимаешь, зачем людям казаться тем, кем они не являются. И потом, я помещу сюда фотографию, так интересно, мамочка прислала, которая была с кошельком от Louis Vuitton, ну, за тысячу долларов. Сколько? 60 тысяч рублей. И зачем покупать такой кошелек, да, за тысячу долларов, если у тебя машина за 150 тысяч, за 2 тысячи долларов. Вся уже потрепанная, знаете, модель такая, очень недорогая. И вот это вот идет у нас, то, что все люди у нас хотят приобщиться к высшему обществу, выглядеть очень богато, но на самом деле, вот, покупая эти подделки, зачем ты ее покупаешь, если для тебя это вообще недосягаемые цены, ты еще не стала тем человеком, который может себе это позволить. И опять же, я возвращаюсь сюда, и здесь совершенно наоборот ситуация. Здесь люди богатые, которые могут себе позволить, я не знаю, Эрмес за 10 тысяч долларов. Ты по ним никогда не скажешь. И настолько богатые, они даже и не хотят это казаться этим, они просто это покупают. И ты видишь, когда этого человека, ты знаешь, что у него сумка, ну, 90%, действительно, это оригинал. Так же, как с Луи Витоном вот здесь ходят, почему-то у меня, ну, 90% нету сомнения, что это оригиналы. И у меня у мужа сестра старшая, она очень богатая женщина, очень. У нее тут замок в Санта-Барбаре. Так вот, мы когда на свадьбу ездили этим летом к нашему родственнику, и мы с ней сидели, разговаривали, и у меня были такие туфли замшевые. Она подходит, она подходит ко мне и говорит, О, как у нас с тобой обувь похожа. Она, знаете, она, она, она гольфистка там, заядлая, у нее трое детей. Мужья всегда были очень-очень богатые. И она говорит, ой, а у меня вот тоже туфли, я, говорит, их купила в Ти Джей Макс, говорит. Что-то 25 долларов всего. И вы знаете, от того, что я знаю, что она очень обеспеченная женщина, и она себе эту сумку купит, Эрмес, за 10 тысяч долларов без проблем. Я понимаю, что глядя на нее и зная ее уровень, даже вот такие вещи, на ней смотрятся богато. Потому что она точно так же, как все американцы, очень гордится тем, что она купила по выгодной цене эту вещь. И потом мы стоим, разговариваем, она, она средней сестре также говорит. Вот я тут лазила по сайтам, говорит, по такой выгодной цене купила там какие-то бренды. А сестра, младшая Рика, она говорит, ой, ты мне тоже, если увидишь, скидывай. И здесь люди, они могут себе позволить очень много, очень много. Но, но они в разговоре никогда не будут говорить, что я купила вот эту вот сумку за 10 тысяч долларов, хотя можно было ее купить там за 3 тысячи долларов, показывая тем, что вот я какой богатый, раскидываю с деньгами. Здесь у людей другой менталитет. И еще вот такой интересный момент, что многие наши зрители на ютюбе очень часто спрашивают, и что вы в эту Америку уехали там, я не знаю, вещами трясти, уборщицами работать там, бэбиситтерами в магазинах там, я не знаю, за 10-12 долларов. Так вот, опять же, смотря здесь, как живут наши женщины, женщины, которые не имеют, допустим, той же квалифицированной работы. И вы знаете, эти женщины могут себе позволить здесь шикарные машины купить. Не с рваными сиденьями и не все облупившуюся. Это очень-очень приличные машины, которые в России, о которых только мечтают. Также могут купить эти бренды. Майкл Корс, работая здесь, не на самой высшей должности, но тем не менее, чувствую себя человеком, отдыхать, ездить, вообще без проблем. Ну, я говорю, в общем, то, что меня здесь окружает. Я не знаю, видите, всякие ситуации здесь в Америке есть. Кто-то, может быть, ничего себе не может позволить. Но вот я здесь, общаясь с довольно-таки большим количеством девчонок, ну, не знаю ни одной, чтобы, вы знаете, тут перебивалось с копейки на копейку. Работая даже не на очень престижных должностях, но, по крайней мере, здесь наши же вот женщины, они тоже не кажутся, а именно они те, какие есть. Если у них есть те же эти сумки, знаете, дорогие, Майкл Корс и все прочее, это не подделки. Люди могли позволить себе это купить. Им не надо это покупать, подделку эту, для того, чтобы казаться, вот смотрите, какая я крутая у меня сумка от Майкл Корс. А на самом деле ничего не имея, имея кефир с бумажными лентами. Вот, и поэтому, когда приезжаю в Россию, конечно же, видя вот это вот все, ты понимаешь, что это все фейк. Это все неправда. Это все ложь. В том плане, что люди, они не те, за кого хотят себя выдать. Они выдают себя за более обеспеченных людей, а на самом деле, конечно же, они до этого уровня не дошли. И поэтому лучше иметь, знаете, простую кожаную сумку какую-то, но хорошего, знаете, там качества, я не знаю, ну просто хорошую вещь, чем иметь вот эти вот дорогущие вещи, Шанель, вот эти вот подделки, я не знаю. Я как-то вообще это вот так вот у меня перевернулось, все это посмотрела и думаю, не, это, не понравилось мне вот это вот, не понравилось. Еще хочу сказать, что если, допустим, вы очень богатая женщина, там, которая может себе очень много позволить, и там живете в замке, и у вас машина, не машина, в общем-то, все это у вас имеется, то даже если вы купите подделку хорошую, какой-то сумки, вы знаете, на вас эта вещь будет смотреться как настоящая. Фирменная, эксклюзивная, региональная. И даже окружающие не поймут, что у вас, допустим, там подделка. Ну, не придет даже в голову. И совсем наоборот ситуация, когда ты ничего не имеешь, и вот идешь с такой дорогой вещью, которая стоит дороже всего твоего состояния, то, конечно же, это все воспринимается по-другому. Поэтому лучше быть богатой и купить себе какую-то подделку, чем быть бедной и покупать вот эти вот подделки, увешаться ими, знаете, с ног до головы, кошельки, сумки, там кепки, я не знаю, куртки с китайского сайта. В общем, вот такие вот мысли. Просто у меня общий уровень совершенно не Шанель. Поэтому я пока подожду, подожду. Вот когда я приду к этому, что для меня будет Шанель, Дольче Габбана и другие вот такие бренды именно доступны, и это будет показатель того, что я вот именно состоялась материально, тогда это можно будет покупать именно сама для себя. А так быть, а так казаться, а не быть этим человеком, я поняла, я не хочу. Ну все, всем пока, всем хорошего настроения, я поехала к Жанне. И будем веселиться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok